Сергей, вот я смотрел, вы выступали на международной гонке, были призером в разных странах уже. Что для вас значило выступление здесь, в Твери, на гонке имени памяти олимпийского чемпиона Виктора Капитона? Ну, здесь тоже соревнования проходили на высоком уровне. Здесь съехалось много народа и была большая конкуренция. У меня, конечно, все не получилось в прошлом году, что как бы шел тоже лидером, но на каком-то этапе что-то не сложилось, не получилось, и в итоге я в том году не выиграл. В том году были каким абсолютным зачетом? Ну, честно говоря, я не помню, но не в тройке точно. А в этом году задача была именно первое место в групповой гонке занять в абсолютном зачете? Да, только настраивался на общий зачет, не разменялся на этапы, ничего, просто была цель выиграть общий зачет. Какая тактика была? Тактика, ну как, выиграй гонку. Нет, на этапах, именно в тройке финишировали или просто повременнее? Ну, все складывалось так, что я, получается, постоянно был в отрывах, и вот вчера, в последний день, на меня сработала хорошо команда, догнали отрыв, все сделали. Большое спасибо моей команде. Насколько важно все-таки, что вы выиграете групповой этап, лично для вас что это значит? Ну, лично для меня, конечно же, это основная цель наш, это критерий, показатель наш, всего, к чему мы стремимся, это победа. А какой из этапов запомнился вам и почему? Ну, тяжелые самые этапы нам дались, это второй, третий этап, потому что там были такие переломные моменты, когда надо было уезжать, делать задел со вторыми, третьими местами. А вот по приему, по организации, по атмосфере, вот какой город запомнился? У вас Тверь, Старица, Ржев, да, были? Ну, да, ну, конечно, очень красивый город Ржев. Ну, я здесь не первый раз, я как бы уже тут выступаю седьмой раз, так что, как бы, для меня нового в этот раз ничего не было, это было все уже известно и знакомо. Вот будете держать скоро кубок в руках, который Виктор Арсеньевич Капитонов завывал в 60-м году в Риме. Была жара тоже, 45 градусов. Вот для вас вот этот трофей что-то значит, или это уже много времени прошло, уже живете настоящим, а прошлым? Не, ну как, все равно, это же очень почетно, это дорогого стоит, и это, как сказать, очень хотелось бы самому завоевать такие награды. Ну, и последний вопрос, сезон, наверное, уже к концу у вас подходит, или что у вас впереди, вот в этом сезоне? Нет, сейчас мы завтра улетаем с моим однокомандником в профессиональную команду Катюшу Большую, нас взяли там на стажировку, и мы будем выступать за них в более крупных еще соревнованиях.